Всем привет! Хорошие новости. В 1968 году вышла первая пластинка группы JetRotal под названием Disboss. Она всем понравилась. Люди стали покупать. Ну, во всяком случае, в нашей стране. В остальных странах тоже. И много-много пластинок группы JetRotal выпустила с тех самых пор. Последняя штука под лейблом JetRotal появилась у нас, если мне память не изменяет, в 2017 году. Да-да, в 2017. Вот этот вот JetRotal DeathString Quartets. И, в общем-то, никто ничего уже и не ждал. Я, во всяком случае, уже как-то так... Не могу сказать, чтобы остыл, потому что JetRotal это одна из самых любимых моих групп. Это группа, с которой... Не скажу, что прошла вся моя жизнь, потому что жизнь моя еще не прошла, я надеюсь. Но, во всяком случае, осознанная часть моей жизни, она вся шла под музыку этой команды. И вот, наконец-то, в этом году, в 22-м, вышел новый альбом JetRotal. Что это такое? Это безумный совершенно коллектив, который не похож ни на кого, ни на что. Поклонников масса, тех, кто знает и любит музыку JetRotal, миллионы-миллионы рассказывать про нее вот так, что ах, какая-то команда. Это совершенно бессмысленно, потому что те, кто знают, все знают. И побольше, чем я, на самом деле. Потому что поклонники — это такие люди, которые копаются дотошно во всех интервью, во всех книгах и прочее. А те, кто не знают, ну что рассказывать? Надо послушать и все. Тут говори-не говори. Ну, просто удивительная вещь, удивительный коллектив, удивительный автор, удивительные музыканты, которые сыграли всю рок-музыку, существующую на земле, начиная от тяжелого блюза, приближенного, в общем-то, к аутентичному даже, к черному блюзу с гитаристом Миком Эбрахамсом, и заканчивая вот этими струнными квартетами замечательными. Я не говорю о том, что в начале 70-х эта группа, несмотря на то, что как бы считается барокко-рок, идиотский совершенно термин, или прогрессив-рок, еще более идиотский термин, потому что рок-музыка сама по себе прогрессивная музыка, и не существует какой-то прогрессив-рок, не прогрессив-рок. Весь рок это прогрессив, это развитие музыкальной культуры 19-го, 20-го века. Поэтому какой тут прогрессив? Ну так, несмотря на то, что это как бы барокко, как бы флейта и красивые истории гитарные, группа в начале 70-х звучала на концертах потяжелее, чем Led Zeppelin и Black Sabbath, и тому есть документальные подтверждения в виде концертных альбомов, которые вышли уже в 2000-х, записи тех лет. Я их покажу потом и расскажу про них. Ян Андерсон в одном из интервью поздних, поздних уже 2000-х, по-моему, где-то, сказал, ответил на вопрос, когда его спросили, вы слушаете рок-музыку? Он сказал, что практически нет, потому что мне неинтересно слушать музыку, которую я сам могу сыграть. Он действительно может сыграть любую музыку, достаточно взять вот эту пачку с моей полки пластинок JetRotal, а они у меня все есть, пройтись по ним, и там вы услышите все абсолютно. Начиная от, как я уже сказал, черного блюза, через тяжелый рок, через прогрессив-рок, через фолк-рок, все что угодно там в полном комплекте присутствует. Но, тем не менее, в другом интервью Андерсон сказал, когда его спросили, что вам нравится из рок-музыки, Андерсон ответил, что для меня существует в рок-музыке две группы. Это Led Zeppelin и The Rolling Stones. Чем меня безумно порадовало, потому что я обожаю и Led Zeppelin, и The Rolling Stones, и JetRotal в том числе. Ну так вот, пластинка. Это Dezelote Gin, ген Зелота. В 22-м году, как я уже сказал, вышло. Массу отрицательных рецензий я читал про нее, что это уже не JetRotal. Хотя странно, написано же JetRotal. Почему это не JetRotal? Это звучит как сольник Яна Андерсона. Не звучит, ребята, это как сольник Яна Андерсона. Это пластинка, записанная группой. Играют какие-то музыканты, которые не имеют отношения к JetRotal. Где же те самые Martin Bar, где Barrymore Barlow, где они? Правильно, они не играют. Играют другие музыканты здесь. А именно... Сейчас я найду тут. Буклетик открою. И прочитаю вам, кто здесь играет. Дэвид Гудье, бас-гитара. Джон О'Хара. Keyboards, Hammond Argan, piano и аккордеон. Флориан Апал, гитара. Скотт Хэмонд, ударная. И Джо Пэрис Джеймс. В одной песне еще добавленная гитара. Вот такой буклетик. Что это за люди? Это люди, которые играют в группе JetRotal, играют с Андерсоном уже 15 лет. Вдумайтесь, да? 15 лет. Это срок, за который многие группы собрались, достигли популярности. Выпускали кучу пластинок, завоевали весь мир. Потом затухли, распались и про них все забыли. 15 лет. А вот эти музыканты играют с Андерсоном в группе JetRotal 15 лет. Поэтому это не какие-то там люди, это группа JetRotal. И даже не современного уже звучания, разлива состава. А 15-летней давности. Это нормальный сплоченный коллектив. Часть песен в силу объективных причин так называемой пандемии было записано Андерсоном дома. А именно пять песен. Но потом доработаны в студии. А остальные всем записаны в студии живьем группы. Как в лучшие времена работы JetRotal. Поэтому звучит альбом, как настоящий рок-альбом. Настоящие рок-группы. Настоящих музыкантов, которые классно играют, прекрасно придумывают, замечательно аранжируют. И блестяще все это сводят, обрабатывают и доводят до уже финального результата. Что касается «Игры в живую», вы помните такую пластинку «Thick as a Brick». Я был уверен всегда, что это адская студийная работа с миллионом дублей, с миллионом наложений. И потом с удивлением узнал, что она была записана практически живьем. Ну естественно там с доработками, но очень быстро и живьем. «Thick as a Brick» это, помните, да, это полотно. Одна песня на целый сорока, чуть больше минутный альбом. С массой симфонических каких-то, без симфонического оркестра, но с массой симфонических ходов в этой самой рок-музыке. Пластинка очень хорошая, я всем ее рекомендую к прослушиванию. И она входит в золотой фонд группы «Джет Ротал», так же как и любая другая пластинка входит в золотой фонд этой группы. «Миссис Тибетс» первая песня, она чем-то мне напомнила первую песню с альбома «The Quest» группы «Yes» последнего альбома, про который мы как-то уже говорили. Чем напомнила своей такой роковостью, прямотой роковостью, но при этом «Джет Ротал» никуда не делся. При этом флейта Яна Андерсона, которая начинает эту песню взлетом, таким пассажем, сразу задает уже настроение и открывает двери в мир «Джет Ротал», если так пафосно выражаться. Прекрасная вещь совершенно. Вступают струнные, сыгранные, не знаю на каких инструментах, но звучат как струнные. Прямые барабаны, тяжелый гитарный риф идет, потом сбивка опять со струнными такими синтезаторными штуками, флейтовый бридж, после которого начинается гитарное соло. Не так, как Мартин Барр играет, по-другому, но это другой гитарист, другие задачи, другая песня, другая музыка. Так что не жалейте о том, что нет Мартина Бара, это другое время просто, и все, Мартин Барр свои сольные пластинки записывает прекрасные. И вот это вот гитарное соло, ударное по железу, молотит, все прямо, прямо классно. Ну а потом начинается «Джекоб Стейлз», это уже что-то такое ближе к пластинке «Сонг Фром де Вуд». Акустическая гитара, очень витиеватая мелодия, очень все красиво. Да, кстати, хочу сказать о том, что на этой пластинке, казалось бы, когда начинаете слушать, кажется, что нет вот этой пышности Джет Роталовской, такой вот этих миллиона партий, миллиона партеечек, партюшечек, ходов, ходиков, каких-то вот фишечек, которых много-много всегда было от Джет Ротал. Кажется, что нет, все так слито в ядро, все плотно, и это ядро так катится, 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 или летит, летит, летит. На самом деле, когда начинаете слушать, то становится понятно, что все эти фишечки, все эти партии, все эти ходы, все эти изменения, они все здесь есть, никуда не делись, все тот же Джет Ротал. Просто эта музыка как коса, коса сплетенная из волосков, каждый волосок – это отдельная мелодия, а в целом коса кажется монолитной, такой на разрыв невозможной, кажется такой рок-рок-рок, такой плотный. А на самом деле внутри очень-очень много всего, очень много всего, и это становится слышно буквально со второй песни, с Джекобс Тейл. «Mine is the Mountain». Отсылка к аквалангу, минорное вступление на фортепиано, прямо вспоминается «Locomotive Breath» и так далее. Ну а потом раз и мажорная часть, быстрая, с флейтой, яростной Яна Андерсона, и какой-то такой скромный марш. Вспоминается название альбома «The Doors Soft Parade» – «Тихий парад». Вот этот самый «Тихий парад» в песне «Mine is the Mountain» в полный рост. И заглавная песня «The Zillot Gin». «Zillot» кто такой, помните, да? Фанатик. Фанатик, который не приемлет полутонов, либо черное, либо белое. Об этом написано во всех критических статьях об этом альбоме. Ян Андерсон противостоит этому фанатизму, не приемлет ни черного, ни белого, поэтому обложка у него серая. Нельзя ли попробовать быть между, между черным и белым, и выбрать какой-то компромиссный путь, благодаря которому человечество может выжить, а не броситься с фанатизмом, взрывая себя и всех остальных за какое-то неведомое правое дело, которое у каждого свое абсолютно и с одной стороны, и с другой стороны. Все искренне считают, что борются за правду. Прекрасная песня «Шошанна Слиппинг», сложная, чисто джетраталовская уже такая. Вот старый-старый джетратал здесь просыпается и звучит абсолютно современно. «Sed City Sisters» похоже на «What Child». Если у кого-то есть сомнения, покупать или нет этот альбом, если любите старый джетратал и «What Child» и все вот эти пластинки. Но опять-таки не то, что похоже, это не самоповторы, это просто настроение и дыхание вот этих вот альбомов. «Betrayal of Joshua Kind» странная для джетратала, как это почти ладзеппелиновские барабаны начинаются. Ну и дальше идет флейта, идет в среднем темпе, «Витиеватое джетраталовское развитие». И последние четыре песни «Where Did Sunday Go?» Прекрасная одна из любимых моих на альбоме здесь. «Thrill of Three», «In Brief Visitation» и «The Fisherman of Ephesus». Это практически уже такая джетраталовская полуакустика. Всеми любимая, бренд, печать, джетратала, акустика, флейта, мандолины. Ну, ударные и электрические гитары никуда не делись, но это вот туда же к «Songstrom de Wood», к «Aqualanche», местами, местами «Aqualanche» все-таки потяжелее будет, и «Quad Child» наверное ближе всего. Ну, опять-таки, я повторюсь, это не повторы, не копирование самого себя. Это совершенно новая музыка. И, на мой взгляд, это поинтереснее, чем сольники Андерсона даже, которые я тоже слушаю, но вот они звучат как сольники. Они звучат как послание одного единственного музыканта, который полностью высказывается, играет на всех инструментах, приглашает кого-то помочь. Все это звучит анонимно, все это в единой идее одного человека. А это группа. Это очень здорово. Всем очень советую. О других пластинках «Geo Trotal» я расскажу в другой раз, наверное. А пока надо еще вслушиваться в этот альбом, потому что он у меня недавно, я еще не совсем в него влез. Но настолько, насколько влез, меня уже пробрало совершенно. Поэтому «Geo Trotal», «Dazelot Gin», ген «Zelota», который у Андерсона был всегда, на самом деле, у Андерсона, потому что он как раз и является фанатиком. Фанатиком, который всегда противостоял и боролся с пошлостью окружающего мира. Чего и всем желаю. Ну и пошел пить, как всегда. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok